Помните содержание предыдущей серии? В общем, царскую корону неуловимых таки сперли. И тут, с безобидной встречи в поезде, началась страшная погоня. Анка сначала гналась за Овечкиным на дрезине, потом на лошади. Потом, как в стихах, он шел на Одессу, а вышел к Херсону. Овечкин скакал по песчаным олешкинским пескам Херсонской области потому, что это ближайшие барханы к Одессе. Так он скакал-скакал, пока не провалился в одесские катакомбы. Тут уже подтянулись остальные неуловимые и начали всячески искать украденную корону. Путем хитрой серии допросов и очных ставок они склонили князя, вора и расхитителя Нарышкина на свою сторону. И он им сказал, что ловить Овечкина в катакомбах бесполезно. А ловить его нужно на пароходе. В общем, вор Нарышкин в конце концов украл корону у вора Овечкина, передал ее неуловимым, которые еще раньше украли эту корону у царя. И по всем воровским законам считались законными владельцами украденного богатства.